В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации, сотрудники надзорного ведомства работают над повышением правовой грамотности. Проводят лекции и беседы, выступают в СМИ и размещают информацию на сайтах органов власти. О законодательных нововведениях регулярно рассказываем в сюжетах и мы. И сегодня как раз такой случай. Но начнем выпуск традиционно с краткого обзора новостей. В суде рассматривается дело в отношении новгородца Алексея Михайлова. Потерпевшая сторона и государственное обвинение полагают, что летом прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах очевидцев избил кошку. С закрытым переломом позвоночника грудного отдела, разрывом селезенки и другими тяжелыми увечьями ее доставили на ветстанцию. Но из-за травм животное пришлось усыпить. На первое заседание обвиняемый не явился, но 5 февраля все же предстал перед судом и заявил, что не признает свою вину. Прежде Алексей Михайлов был неоднократно судим, а преступление, в котором его обвиняют сейчас, он совершил спустя всего два месяца после освобождения из мест заключения. Пока суд смог допросить лишь хозяйку погибшей кошки, свидетели на заседание не явились. Рассмотрение уголовного дела продолжится в мировом суде 20 февраля. Если подсудимый Алексей Михайлов опять пропустит заседание без уважительной причины, то у суда будут все основания изменить ему меру пресечения на арест. В Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя одной из дорожных компаний. Он подозревается в мошенничестве при проведении ремонта автодорог в Солецком районе. По данным правоохранителей, с 2019 года гендиректор компании «Новстройресурс» заключил с администрациями Солецкого района и трех сельских поселений контракты на проведение работ на дорогах местного значения. По устному разрешению одного из районных чиновников подозреваемый безвозмездно добывал и вывозил плетняк и песчаногравийную смесь с месторождений в Горском и Выбицком поселениях. Смет уже вносил полную стоимость ресурсов и их доставки. В дальнейшем мнимые расходы были ему возмещены из бюджета Солецкого района. Кроме того, в рамках исполнения одного из контрактов коммерсант внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о дальности перевозки ископаемых, а также применении катка при проведении ремонта. И это все тоже было оплачено. Общий ущерб местному бюджету превышает 2,5 миллиона рублей. На основании собранных сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ материалов возбуждены четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям чиновника Солецкой администрации. В Новгородской области полицейские задержали подозреваемых в кражах из большегрузных автомобилей. В ночное время, когда водители спали, злоумышленники вскрывали прицепы автопоездов и отгружали товары в свой микроавтобус, а затем вновь пломбировали двери. Эти противоправные действия заметил водитель одной из фур и сообщил в полицию. Дорожные инспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемых в нескольких километрах от места происшествия на Куловском участке скоростной автодороги. Подозреваемые пытались скрыться от правоохранителей в лесу, но быстро были пойманы. Похитителями оказались 24-летний и 33-летний жители Вышнего Волочка Тверской области. При проведении обыска в их машине правоохранители обнаружили рации, подложные государственные регистрационные знаки, инструменты для перекусывания запорных устройств и опломбирования дверей. Также изъяли партию одежды, бытовую технику, строительные инструменты и другие товары. Было установлено, что злоумышленники совершали кражи из большегрузов, припаркованных на отдых на трассе М-11 с июля прошлого года. Фигурантам уже предъявлено обвинение в хищении водонагревателей и алкогольной продукции на территории Маловишерского района на общую сумму в почти миллион рублей. Вступил в силу новый административный регламент МВД о выдаче иностранцам приглашений на въезд в Россию. Теперь граждане страны, в том числе индивидуальные предприниматели, а также лица, получившие вид на жительство в России, могут позвать в гости гражданина другого государства, не оформляя аккредитацию в миграционных подразделениях. Достаточно подать ходатайство вместе с пакетом документов и оплатить госпошлину за каждого приглашенного. Срок предоставления государственной услуги составляет 14 дней. О других законодательных изменениях расскажем в нашем сюжете. 1 января начал действовать новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Выдаются они на основании записей в карте пациента, которые сделаны лечащим врачом или другими специалистами, которые принимали участие в обследовании, освидетельствовании, диспансеризации или лечении. Это могут быть в том числе фельдшеры и акушеры. Установлено, что справки и медицинские заключения оформляются в произвольной форме и выдаются на бумажном носителе или по желанию и согласию пациента или его законного представителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника. Справки и медицинские заключения на бумажном носителе предоставляются при личном обращении в медицинскую организацию при предъявлении документа удостоверяющего личность. В виде файлов все документы также могут быть предоставлены при личном обращении либо при формировании электронного запроса с использованием усиленной квалифицированной подписи или простой подписи гражданина. Сведения о выдаче справок в любой форме обязательно должны быть внесены в медицинскую документацию пациента. Развитие электронного документа оборота привело к изменениям в законе о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Основной формой теперь станет реестровая. Проще говоря, гражданам больше не нужно собирать справки, например, для получения тех или иных выплат. Они будут поступать автоматически, а многофункциональные центры госуслуг постепенно будут становиться более цифровыми. Создание электронных дубликатов теперь прямая обязанность МФЦ. Граждане в праве, они обязаны для получения той или иной государственной или муниципальной услуги предоставлять справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, включенными в государственную, частную или муниципальную систему здравоохранения, а также документы об образовании, о квалификации, об ученых степенях или ученых званиях, выдаваемых образовательными организациями на территории Российской Федерации, за исключением документов, выданных в период с 1992 по 1995 год, а также документов, выданных военными образовательными организациями. В электронный формат уже переведены медкарты, СНИЛС, свидетельства о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и так далее. А со временем, уверяют законодатели, в электронный формат перейдут все официальные документы. Система уже работает при получении единовременной денежной выплаты семьям с детьми. По указу президента ее должны получить родители, ребенок которых не достиг возраста 8 лет. И большинству семей такое пособие перечислят автоматически, на основании заявления, которое они ранее подавали в пенсионный фонд. Те же, кто за подобными выплатами еще не обращался, могут направить необходимые документы через сайт госуслуги. Заявление необходимо подать до 1 апреля 2021 года в пенсионный фонд. Рассматривается заявление в течение пяти рабочих дней с момента подачи данного заявления. Срок перечисления денежных средств в течение трех рабочих дней с момента положительного решения. Активно развивают межведомственное взаимодействие и налоговые органы. Теперь владельцы транспортных средств, уничтоженных в результате аварии или других происшествий, больше не обязаны самостоятельно предоставлять документы, которые гибель автомобиля подтверждают. Достаточно лишь подать заявление с помощью все того же многофункционального центра. В случае, если в налоговом органе отсутствуют документы, подтверждающие гибель или уничтожение транспортного средства, в том числе по причине их непредоставления налогоплательщикам, налоговый орган обязан их запросить в соответствующих органах в порядке межведомственного взаимодействия. Данное заявление налогоплательщика рассматривается в течение 30 дней со дня его поступления в налоговый орган, а в случае направления запросов данный срок может быть продлен еще на 30 дней. Начисление транспортного налога теперь прекращается с первого числа того месяца, в котором произошло уничтожение автомобиля. Не уходя далеко от транспортной темы, расскажем и о новых изменениях в правилах перевозки детей в городском, пригородном и междугородном сообщении. Если для поездки группы несовершеннолетних используется один или максимум два автобуса, достаточно сообщить об этом в территориальное подразделение госавтоинспекции. Если же автобусов три и более, не обойтись без сопровождения патрульным автомобилем. Нужно подавать уже заявку. Важно соблюдать и сроки. Если перевозка междугородняя, о ней нужно уведомить ГИБДД не позднее, чем за 48 часов до старта. Для пригородного и городского сообщения не позднее 24 часов. Также, если поездка превышает 4 часа, в состав группы запрещено включать детей до 7 лет. Если общая продолжительность пребывания детей будет превышать 12 часов, и для перевозки будут использоваться три и более автобуса, то организатор перевозки должен обеспечить сопровождение детей медицинским работникам. В обязанности организатора перевозки входит также составление списка лиц, которые имеют право находиться в автобусе во время поездки. В данный список включается сведения о детях, включая их фамилию, имена, отчество, возраст или дата рождения, контактные телефоны родителей или законных представителей, а также сведения о сопровождающих лицах и медицинском работнике. Естественно, граждане, которые в список не включены во время поездки, не имеют права находиться в автобусе. Выполнение требований обязаны контролировать сопровождающие. Установлено и обязательное условие для водителя. Перевозить детей могут только люди, имеющие стаж работы на транспорте категории D, не менее года – за последние два года трудовой деятельности. Коррективы в законодательство внесла и прошлогодняя коронавирусная самоизоляция. Депутаты решили закрепить в Трудовом кодексе дистанционную работу. Теперь она может быть предусмотрена в контракте или дополнительном соглашении к нему, причем как временная, так и постоянная. Порядок взаимодействия работника и работодателя при этом прописывается в локальных актах или коллективном договоре. По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнут в случае, если работник по уважительной причине свыше двух рабочих дней подряд не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции. Работодатель обязан обеспечить работника необходимым оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации для выполнения трудовых функций в дистанционном режиме. Также работник может использовать принадлежащую ему технику, либо взятую в аренду, но в таком случае все затраты руководитель должен компенсировать. И важно, что дистанционка не может служить основанием для снижения заработной платы. Кроме того, в форс-мажорных ситуациях, при природных катастрофах, пожарах, несчастных случаях на производстве, работник может быть переведен на дистанционку даже без предварительного согласия. Такое решение также могут принимать органы государственной власти и местного самоуправления. Расширился с этого года перечень категорий, относящихся к ветеранам Великой Отечественной войны. Теперь так именовать себя могут и граждане, награжденные знаком житель осажденного Севастополя. Согласно закону, такие лица имеют право на такие же федеральные меры социальной защиты, что и жители блокадного Ленинграда, в том числе на ежемесячную денежную выплату. В эту выплату включен набор социальных услуг, а также при наличии инвалидности право на получение одновременно двух пенсий, то есть пенсии по инвалидности и страховой по старости. Работу по повышению правовой грамотности сотрудники прокуратуры ведут на постоянной основе с лета 2018 года по приказу генерального прокурора. Информацию о законодательных нововведениях можно найти на официальном сайте надзорного ведомства. Также разъяснения даются гражданам на личных приемах и в рамках телефонных горячих линий. В прошлом году сотрудники органов прокуратуры приняли участие в 8 с лишним тысячах мероприятий по правовому просвещению. Кроме того, мы активно взаимодействуем со средствами массовой информации. Прокуроры разъясняют действующее законодательство на радио и телевидении. Сотни материалов для повышения правовой грамотности размещены в интернет-изданиях. На сайтах органов власти разных уровней. 924 сообщения размещены на сайте прокуратуры Новгородской области. Все выпуски программы «Право знать» можно найти в интернете, на официальном сайте Новгородского областного телевидения, а также в нашей группе ВКонтакте. Там же можно оставить свои вопросы для рубрики «Разъяснения законодательства». Мы увидимся в эфире ровно через неделю. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи!